Уважаемые коллеги, добрый день. Вас приветствует брокерская компания Китфинансы. Мы начинаем видеобрифинг Макроскоп. Меня зовут Василий Евдокьенко. Рядом со мной Дмитрий Шагардин. И в течение ближайших 10-15 минут мы постараемся пробежаться по основным макроэкономическим событиям пятницы и поговорим о том, чего ждать от сегодняшней макроэкономической статистики США. И если останется время, то о том, какова будет предстоящая неделя и вообще, как макроэкономика будет оказывать влияние на текущие котировки, в том числе и на бумаги российских компаний. Напоминаю, что Макроскоп — это один из многих видеобрифингов, которые мы подготовили для вас сегодня. И далее по программе у нас еще в 17.00 наш Дмитрием видеобрифинг 5 o'clock, на котором мы будем подводить итоги сегодняшнего дня на российских фондовых рынках. Подробнее пробежимся по основным российским фишкам. И в 17.30 Олег Крот представит свои торговые идеи, краткосрочные по голубым фишкам, на видеобрифинге «Ставки сделаны». Вот такой план работы. А сейчас, наверное, Дмитрий, слово тебе. Давай посмотрим, что у нас происходило в пятницу и в субботу. Да, я так понимаю, у нас была важная статистика. Дмитрий, извини, я тебе не включил звук. По старой доброй традиции. Так, да, всем добрый день. Давайте, наверное, с пятницы начнем, быстренько пробежемся, обсудим то, что у нас выходило в пятницу. В Америке нас интересовали данные. И тут я все-таки Василий Тибин, наверное, слово передам. Давай начни ты с Америки, потом про Китай вкратце расскажем. Мы на сегодняшний день обсудим ситуацию. Окей, окей, да. В пятницу главным событием дня у нас были доходы и расходы населения по Соединенным Штатам. Основная статистика по Соединенным Штатам была. Истою, которую мы не успели осветить, которая выходила практически в рынок. И, соответственно, индекс доверия потребителей от университета Мичиган. Это пересмотренные данные. Ну, давайте начнем с индекса доверия Мичигана, потому что это более свежие данные. А потом перейдем на доходы и расходы населения. Значит, что нужно сказать по Мичигану? Здесь у нас ситуация. Помним, что предыдущее значение 57,8 пунктов – это общее состояние американских потребителей. Это состояние на первую половину сентября. И, как мы видим, данные вышли чуть лучше ожиданий и чуть лучше предыдущего значения. То есть здесь ситуация немного улучшается. И небольшое улучшение мы видели как в оценке текущей ситуации, так и в оценке ближайших перспектив. Да, там у нас достаточно низкие значения. Вот Дмитрий показывает график по этому индексу. Мы здесь резко спустились в августе, практически до минимума восьмого года. Если сравнивать, допустим, среднее значение, взять среднее значение второго квартала, то это где-то примерно 70-72 пункта. Вот здесь, если я не ошибаюсь, по третьему кварталу. И мы здорово вниз опустились. Мы сейчас почти не дотянули до 60, но тем не менее около 60 значений. И очень неприятные значения. О чем это говорит, если помещать в контекст влияние на другие экономические показатели и фондовые рынки в целом? Это говорит о том, что да, сейчас американские потребители находятся в слабом состоянии, но ситуация показывает либо какой-то временный отскок и такую передышку, вздох облегчения от американцев, либо у нас наметился какой-то разворот. Хотя по предварительным этим данным говорить, наверное, окончательно не стоит, но вот какой-то вздох облегчения рынки получили, и это неплохо. Что важно в этом смысле отметить? Важно отметить, что вот эти вот улучшающиеся данные должны сказаться на розничных продажах. Отчет по розничным продажам мы получим на следующей неделе, 14 октября, это будет пятница. Соответственно, в прошлом месяце у нас было значение 0 по розничным продажам и 0,1% роста по базовым продажам в розницу без автомобилей, тоже важный показатель. Эти данные вышли хуже ожиданий и расстроили рынки, создав при этом такую низкую базу. И вот сейчас мы видим, что вроде потребители начинают чувствовать себя немного лучше. И это, ну, нельзя сказать, что это будет позитивным сигналом, да, можно ждать каких-то сильных данных, но можно ждать данных, по крайней мере, не хуже, чем предыдущие. Соответственно, это розничные продажи, я, наверное, могу сказать, что это будет главный отчет в следующей неделе. Так вот, по следующей неделе, вот в конце, наверное, будет, ну, если не вздох, облегчение, но это, по крайней мере, нейтральная ситуация, и это в отличие от ситуации с сегодняшней неделей, но об этом про рынок труда, да, это я намекаю, об этом поговорим немного больше. Про доходы и расходы населения американцев. Здесь что нужно сказать? Здесь мы получили данные, ну, в доходах хуже ожиданий, в расходах мы попали в ожидания. Здесь, ну, да, аналитики говорили о том, что снижение доходов сильно продавило рынки, но, судя по всему, продавались мы в пятницу на другой информации. А данные, которые вышли, ну, я бы сказал, что данные были ни о чем, то есть здесь особой информации не вытащить. Интересна следующая вещь, если помещать, опять же, этот отчет в более длинный контекст. Дело в том, что норма сбережений – это та часть дохода, которая остается после расходов на личное потребление в, соответственно, в августе, а это у нас был августовский отчет, составила 4,5%. Это достаточно низкое значение, если сравнивать с послекризисным периодом. Да, у нас до кризиса американцы вообще ничего не сберегали, норма сбережений опускалась в отрицательную зону даже там в 6-7 году. Но после кризиса американцы резко сократили свои, ну, как резко, достаточно заметно сократили свои расходы, и норма сбережений составляла где-то 5,5% по 2008, 2009 и 2010 году. И вот сейчас норма сбережений составляет 4,5%, то есть несмотря на те треволнения, которые мы наблюдаем сейчас, все-таки, если говорить о долгосрочном тренде в желании американцев потреблять, я вот так скажу, да, этот тренд пока не преломлен, да, к постепенному улучшению ситуации и продолжает иметь место быть. То есть, да, у нас существуют сейчас кратковременные колебания конъюнктуры, но долгосрочный тренд пока еще наблюдается. Естественно, дальнейшее ухудшение ситуации может разочаровать инвесторов и, прошу прощения, потребителей. И, соответственно, то, что мы наблюдали, может перерасти в какую-то более долгосрочную депрессию потребителей. Но пока оснований для этого нет, и, повторю, у нас еще есть по сентябрю ожидание некоторого улучшения ситуации. Соответственно, будем смотреть за тем, что будет дальше с американскими потребителями. Вот это то, что я хотел по пятнице по Америке сказать. Да, и помимо этого, нас в пятницу еще интересовала статистика по нашему, по Китаю, не по нашему, а по Китаю. Китай, как один из крупнейших потребителей энергоресурсов и вообще та страна, которая, в общем-то, вытащила целом мировую экономику из рецессии 2008-2009 годов, показала нам статистику. Сначала, в пятницу мы получили данные по PMI, индексу активности в промышленном секторе малого и среднего, малых и средних предприятий, производственный индекс HSBC банка был, он показал 49,9 пунктов, то есть ниже 50 пунктов, которые являются знаковой линией. Если данные выходят выше 50, значит активность в производственном секторе сохраняется, если ниже, то ухудшается. Согласно данным HSBC, в малых и средних предприятиях китайских наметились тенденции к снижению активности в производственном секторе. В эту субботу мы получили данные по PMI, по производственному индексу уже от официальных органов статистики, то есть охват по крупнейшим компаниям китайским и государственным в том числе. И здесь мы увидели цифры очень приятные, 51 пункт и 2 десятых, что выше, чем предыдущий уровень, что выше, чем прогнозы. И во многом китайцы вышли вверх по этому индексу благодаря росту новых экспортных заказов, что не может нас не радовать. Что не может нас не радовать, мы видим, что плюс 2,6 пунктов в месячном пересчете по новым экспортным заказам. Ну и новые заказы мы видим подросли, хотя они там стагнировали в прошлом месяце. И очень приятная на самом деле статистика. И будем надеяться, что Китай не погрузится в так называемый, как правильно назвать, hard landing. Жесткая посадка Китаю не грозит. Я бы не сказал очень неплохая, я бы сказал немного обнадеживающая, потому что все-таки чтение около 50, это слабая деловая активность. То есть практически отсутствие. Но то, что мы не ушли в отрицательную зону, плюс то, что у нас от нуля оттолкнулись новые заказы, дают некоторые основания для сдержанного оптимизма, я бы так сказал. Ну да, да, да. То есть вроде пока еще. Ну там мы знаем другие проблемы из Китая. Мы с Василием в следующем брюфинге уже это обсудим. Все, сейчас давайте перейдем от Китая к дню сегодняшнему. И тут Василий, народ, я снова тебе слово передам. Индекс АСМ, который сегодня будет опубликован через уже получается час 15-15 часов по московскому времени будет опубликован. Поэтому на него обратим внимание. От него, наверное, будет зависеть сегодня ход торгов в Америке во многом. И вообще на завтрашний день, скорее всего, мы перейдем с этим новостями. Да, это главный индекс, главное событие сегодняшнего дня, если говорить про макроакадемическую статистику. Индекс деловой активности это... Сейчас, прошу прощения. Индекс, который рассчитывается на основе общенационального опроса производителей, промышленных производителей в Соединенных Штатах, которых опрашивают на предмет, как обстоят дела с деловой активностью в этом месяце. Соответственно, из этого делаются выводы относительно промышленного производства за текущий период. И напомню, что очередность в вот этих опережающих индексах следующая. Сначала выходят региональные индексы Федеральных резервных банков в Соединенных Штатах. Затем выходит ISM Manufacturing по сентябрю. Сейчас 3 сентября, обычно 1 числа месяца. И затем выходит официальный отчет по промышленному производству. Соответственно, то, что мы видели в предыдущих индексах, в индексах региональных банков Федеральной резервной системы, говорит нам о том, что деловая активность на самом деле сокращалась в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке минус 8,2 чтения было, в Филадельфии минус 17,5. И в Ричмонде минус 6 пунктов. Это основные индексы. Более того, надо сказать, что у нас достаточно плохие чтения были по новым заказам. Новые заказы – это опережающие индикаторы. И, наверное, самые важные в этих индексах компоненты этих отчетов. И везде тоже мы наблюдали отрицательные значения. Но нельзя сказать, что много хуже, чем в августе. Плюс-минус. Но все равно заметно ниже нуля. Что говорит о том, что деловая активность не только снижается, но еще и сохраняет свой негативный тренд на следующие периоды. Что, конечно, настораживает. При этом надо отметить, что очень странное выглядит ожидание рынки. Дмитрий, если мы… А, да, вот здесь можно видеть прогноз 50,5. Рынки ожидают 50,5 по индексу ISM Manufacturing. Это значение говорит о том, что, ну, вообще, деловой активности, роста деловой активности не было, потому что 50 – это такой водораздел. Все значения выше 50 говорят о росте, ниже 50 – о снижении деловой активности. Соответственно, ну, наверное, можно было бы говорить… И, да, вот здесь Дмитрий привел список всех аналитиков, которые прогнозировали по, соответственно, по этому индексу. Лучше подать их, наверное, сортировать. Так понятнее будет. Да, наоборот. Да, вот по нисходящей. Да, ну, вот мы видим, что доминирует значение больше 50, и это странно, потому что региональные индексы указывали на юг скорее. Вот, соответственно, я бы сегодня ожидал значения меньше 50 в районе 49-48 пунктов, наверное, так. Ну, мне кажется, нарисуют выше 50. Ну, они такие у нас рисовальщики еще те. Посмотрим. Посмотрим. Ну, вот, хотя Goldman Sachs, который очень активную свою позицию выдвигал в последнее время, я читал обзоры, Goldman Sachs живет с таким явным пессимистом выступает. И ожидает, видимо, действительно не очень приятных цифр. Ну, тут двоякая ситуация, я бы так сказал. Все региональные действительно отрицательные и такие неприятные. С другой стороны, если нарисуют ниже 50, то это такой удар все-таки будет. Очень неприятный сигнал. И после нескольких дней снижения на фондовых рынках... Плюс у оптимистов есть аргумент, это индекс деловой активности в Чикаго, который вышел в пятницу. Там значения вообще были выше 60, то есть там существенный рост деловой активности. Но здесь надо учитывать, что Чикаго — это не только промышленность, но еще и сфера услуг. То есть это такой зашумленный индикатор. Но все-таки некоторый повод для оптимизма есть. И если сейчас мы получим значение выше 50, то это будет говорить о том, что поскольку региональные индексы выходят в первой половине месяца, а АСМ, ну, соответственно, опрос проводится во второй половине месяца, соответственно, из этого можно сделать, ну, не стопроцентный вывод, но такую догадку о том, что все-таки динамика деловой активности развернулась у нас ближе к концу месяца. И это тоже будет скорее позитивный сигнал, но я бы ждал, что данные разочаруют сегодня инвесторов. И, соответственно, на этой информации мы после шести часов можем двинуться вниз от текущих уровней. Ну да, посмотрим на сегодняшний торговли. Да, через буквально час-десять минут уже будет опубликована статистика. И еще давай вкратце про автомобильные продажи. Продажи автомобилей в США, просто в двух словах. Сегодня весь день поступает информация по продажам автомобилей. Будет поступать. Еще спят, Американ. Да, еще и спят, а уже просыпать. Будет поступать и в час ночи по Москве, то есть уже завтра, 4 октября, мы увидим данные по общему продажу транспорта в США и по внутренним продажам в самих США. И здесь, на самом деле, цифры очень даже приятными видятся. Ну, это не очень, да, и это если сравнивать с августом, то они, конечно, приятные такты. Скорее, это депрессия, можно назвать. Но, тем не менее, наверное, отскок какой-то мы действительно получим. Да, вот красная линия – это линия фактических значений. Соответственно, какой-то отскок, может быть, мы получим. И, опять же, это будет подтверждением вот того некоторого оживления потребительской активности, которую мы наблюдали в сентябре и которая, судя по индексам, ну, немного начала восстанавливаться, особенно ко второй половине месяца, что также позитивный сигнал и хороший сигнал для розничных продаж на следующей неделе. Так что следующая неделя будет, по крайней мере, завершена. Не, 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 не чита этой недели, когда во второй половине мы получим отчет по американскому рынку труда. Да, ну, праздник труда. Все-таки и вторая половина недели. Обсудим завтра. Сейчас будем заканчивать и плавно переходить к нашему видеобрифингу 5 o'clock. Я и Василий, мы вместе его сейчас проведем, через 10 минут подключайтесь, если у вас будет такое желание. Всем спасибо. Завтра в 16.30 продолжим обсуждать макроэкономическую статистику на нашем новом видеобрифинге «Макроскоп». Всем большое спасибо и до новых встреч. До свидания.